Творог надо есть! Творог! Корову не надо заводить! Творог надо есть! Творог в магазине купите, есть творог! 90-летний Василий Григорьев, один из постоянных пациентов фельдшерско-акушерского пункта в селе Шиловка Сенгелеевского района. Измеряет давление, дает советы и в целом следит за здоровьем пенсионера молодой фельдшер Марина Илюшкина, которая устроилась на работу 18 июня этого года. Марина стала одним из тех медработников, кто решил сменить работу в городе и поучаствовать в программе «Земский фельдшер», которая уже почти три года реализуется у нас в регионе. На Шиловский ФАП она сменила работу в бригаде скорой помощи, обслуживавшей центр Ульяновска. Мне предложили, то есть сказали, что есть такая программа, вот, и я подумала, что бы не попробовать, потому что деньги выделялись на жилье, жилье нужно, а так в наше время купить жилье, это очень проблематично, либо ипотеку на 25 лет, либо 5 лет. 5 лет, о которой говорит Марина, это обязательный срок, который земские фельдшеры должны отработать по договору. Но наша героиня по этому поводу не переживает. По ее словам, после скорой, где приходилось работать сутками и сталкиваться с различными форс-мажорами, работа фельдшером в селе – отдых. Опять же, ездить ей стало намного ближе. Даже работая в Ульяновске, Марина добиралась на работу из соседней Тушны. Теперь вместо часа с лишним до работы ехать всего 15 минут. А в родном селе есть свое жилье, а главное – возможность проводить выходные с семьей. В то же время, по мнению девушки, опыт работы на скорой бесценный. Это все равно, что пройти боевую закалку, в том числе и в плане общения с людьми. Народ у нас, конечно, сейчас сложный, тяжелый, я бы сказала. То есть не так посмотрел, не так сказал. У нас сразу жалоба. То есть в министерство, не в министерство. Даже, наверное, не так ответил. И на эти жалобы постоянно отписывались, отписывались, отписывались. Ну, здесь такого нет. То есть, как говорится, здесь все свои родные, то есть как большая дружная семья. По словам Марины, иногда она среди членов этой семьи встречает своих бывших пациентов из города. Особенно летом, когда Шиловка наполняется дачниками, которых тоже лечит молодой фельдшер. Летом фельдшеру приходится помогать и тем, кто приезжает в село из других регионов – детям и внукам местных жителей. Пациенты Мариной тоже довольны. Хороший специалист, можно обратиться с любой проблемой, всегда поможет. То есть, сидя в медпункт, ты понимаешь, что тебе тут по-любому уже помогут и все будет хорошо. Полное взаимопонимание Мариной с остальными сотрудниками ФАПа. Она говорит, что ее здесь приняли как родную. А коллеги подтверждают, что в новом фельдшере просто души не чают. Молодая инициативная девушка, энергичная, хорошо быстро все схватывает на лету. Заглядывая в будущее, фельдшер говорит, что, скорее всего, она свое нынешнее место работы не покинет. Ей здесь нравится. Опять же, есть повод. В этом году на поддержку здравоохранения направят дополнительно 138,5 миллионов рублей. Причем большая часть этой суммы попадет на обеспечение стабильной работы медучреждений, в том числе и на зарплату медработникам. Почему бы не работать? А тем, кто размышляет, идти в земский фельдшер или нет, Марина дает совет. Я считаю, что нужно немножечко где-то чего-то поработать. Скорая помощь, замечательная практика и замечательный вообще, получается, опыт. То есть, чтобы уже потом не страшно было идти работать. Мы же пожелаем Марине и ее коллегам как можно меньше пациентов. Ведь если мы не болеем, значит фельдшер молодец. Игорь Улитин, Юрий Ломатов, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова